Здравствуйте! На этом занятии я расскажу об особенностях дизайна открыток с Новым годом. В этом тренинге в начале занятия я обычно рассказываю о цветах, которые предпочтительнее использовать в открытках в зависимости от их предназначения. Но в новогодних открытках практически нет ограничений по выбору цвета. Вот я показываю вам примеры. Открытки могут быть самых разных цветов, но основное требование – они должны быть яркими и контрастными. Вот здесь, видите, я вам показываю открытку даже с черным фоном. Но все-таки черный фон нежелательно использовать, поскольку черный – это траур. Лучше всего использовать вот такой цвет. Я вам его написала в цифрах. 100% – циана, 70% – мадженты, 40% – черного. Все зависит от того, что именно мы хотим сделать. Можно добавить желтого, чтобы цвет был не очень ярким. Обычно Новый год у нас ассоциируется с чем-то ярким, с елочными игрушками, светящимися лампочками. Поэтому открытки к Новому году должны быть еще ярче и еще контрастнее, чем открытки к другим праздникам. Новый год – это зимний праздник, и в первую очередь он ассоциируется со снегом, то есть с бело-голубой гаммой. Поэтому эту гамму уместно использовать для создания новогодних открыток. Но как показать, что открытка посвящена именно Новому году? Надо использовать узнаваемые символы. Вот, например, я нарисовала снег. Я знаю, что это снежинки, но это не очевидно, возможно, это просто фон. А вот я поставила конкретно снежинки, и стало понятно, что моя работа посвящена именно зиме. Поэтому в новогодних открытках надо использовать конкретные узнаваемые символы. Это именно то, что люди хотят видеть на этих открытках, то, что они знают с детства. Сейчас я напомню вам основные символы, которые используются дизайнерами в новогодних открытках. Если вы будете использовать эти символы, то это станет залогом успеха вашей открытки. В первую очередь это Дед Мороз и Снегурочка. Это подарки, елка, заснеженные елочные ветки, как вы видите вот на этой картинке. Ну и, конечно, тройка, символ русского Нового года. Вот такие освещенные домики, как вы видите внизу, и подарки. Сейчас я вам покажу еще символы. Снежинки самой простой формы, как вот эта. Они всегда ассоциативны, всегда узнаваемы и создают новогоднее настроение. Это конфетти, серпантин, бокалы, новогоднее шампанское, заснеженная рябина, птички на заснеженных ветках и вот такие горящие в темноте свечки. Но когда вы используете свечки, надо быть осторожными, чтобы они не находились прямо под игрушками, чтобы не было ощущения, что свечка поджигает игрушку. Если вы используете чисто русские символы, то без Деда Мороза нам не обойтись. И именно Деда Мороза, а не Санта Клауса. Вот посмотрите, здесь в центре Дед Мороз, а справа Санта Клаус. Я думаю, что вы все это знаете, но на всякий случай напомню. Дед Мороз обычно изображается в шубе и в шапке. Санта Клаус в кафтане и в колпаке. При этом у Санта Клауса на ногах ботинки, а у Деда Мороза валенки. Цвет шубы Деда Мороза не обязательно красный, она может быть синий, как вот здесь. На центральной картинке Дед Мороз изображен с посохом, но это не обязательно. Главное отличие от Санта Клауса это шапка и кафтан. Теперь я расскажу вам о разновидности новогодних открыток. Во-первых, это открытки с использованием графики без фотографий. Мы их называем графические. Здесь дается простой, как справа, или сложный фон, как слева, и используется графика. Вот слева только снежинки. Получилось очень лаконично и узнаваемо. Либо штриховые рисунки, как вот в этих двух открытках, красный и центральный. Здесь используются цифры и символ года. А вот слева внизу елочка просто нарисована точками. Такие елочки многократно используются дизайнерами, и если удастся найти эффектный рисунок, то открытка смотрится очень хорошо. Корпоративные новогодние открытки используются организациями для поздравления своих сотрудников. В этих открытках, помимо новогодних символов, используются логотипы компаний и их символы, то есть изображение того, с чем компании работают. Вот, например, в открытке слева вверху вы видите камни. Это я делала открытку для организации, которая занималась изготовлением кристаллов. А вот здесь справа вы видите логотип компании. Корпоративные открытки к Новому году делаются по строгому согласованию с заказчиком. Но идея у них такая – они должны быть строгими. Если вам надо сделать открытку самостоятельно, она не должна быть слишком цветной и пестрой. И, возможно, для начала предложить вот такой вариант, как «внизу слева», а дальше уже будете следовать пожеланиям заказчика. Еще одна разновидность новогодних открыток – это так называемые концептуальные открытки со слоганом, который несет основную информацию. Идеи таких открыток обычно создает редактор или человек, который занимается литературным творчеством в вашем издательстве. Если вы сами создадите этот слоган и подберете к нему картинку, это будет только плюс. Эти открытки больше напоминают плакаты. Здесь практически не используются новогодние символы, но такие открытки не так часто встречаются. Вы можете их сделать для подарка своим близким или знакомым. Еще одна разновидность новогодних открыток – открытки непрямоугольной формы. После печати они обычно вырубаются в типографии. Форма у них новогодних символов – это либо шарики, снежинки, елочки, свечки, колокольчик. Здесь часто используются еловые веточки, бантики наверху, потому что наверху при вырубке делается вот такое круглое отверстие. Это все надо учитывать при создании дизайна. На таких открытках не должно быть много деталей. Только броские узнаваемые символы, потому что это маленький симпатичный подарочек. Это не открытка, которая хранится весь праздник на самом видном месте и которой долго любуются. У таких открыток, как правило, формат 10 на 8 сантиметров. Самая распространенная группа новогодних открыток – это классические, традиционные новогодние открытки. Вот я вам показываю несколько примеров. Вообще, чем больше примеров открыток вы будете видеть, тем эффектнее будут ваши собственные работы. Это именно те открытки, которые вы видите в продаже перед праздником. Здесь соблюдены все те условия, о которых я вам говорила. Открытки яркие, с использованием символов, дополнены новогодней графикой и везде используется тема снега. Теперь я расскажу вам, как создавать несколько декоративных элементов, которые вы можете использовать потом в своих открытках. Начну с создания новогоднего фона. Допустим, у нас есть основная заливка фона вот таким синим цветом. Я создаю новый слой и выбираю инструмент кисть. Делаю ее жесткой, а размер мы сейчас будем регулировать. И вот на этом новом фоне делаю вот такие пятнышки в разных местах. Теперь я поменяю прозрачность кисти. Создаю новые слои и на них делаю такие же пятна, только другой прозрачности. Например, прозрачность 30%. Пятнышки могут перекрываться. Их должно быть много. В принципе, мы изображаем пятна света на новогодних игрушках и елках. Вот, допустим, я сделала 60%. Они очень эффектно перекрываются. Вот я сделала еще один слой и еще один, допустим, 50%. И у нас получается то, что мы только что видели на бордовой открытке. Один слой я поставлю в самый низ. Сделаю на нем 80% и его хорошо размыть, чтобы придать изображению глубину. Размоем фильтром. Размытие по гауссу. Тут надо подобрать значение так, как вам понравится. Вот видите, получается глубина. Теперь этот слой можно сдублировать и сделать его менее прозрачным. Вот я задаю прозрачность, допустим, 40%. Этим мы еще больше усилим глубину. Вот примерно такой новогодний фон. Самый насыщенный слой, я думаю, надо сделать посветлее. Я сделаю его 80%, но вы смотрите на свой вкус. Эти пятнышки можно делать разных цветов. Все зависит от дизайна вашей открытки. Вот такой красно-желтый вариант, например. Еще один эффектный вариант новогоднего дизайна – это конфетти. Например, нам надо создать такую открытку. Такие простые открытки смотрятся очень эффектно, потому что здесь использованы новогодние символы серпантин и конфетти. Совершенно не обязательно искать конфетти в клепартах. Их проще сделать самостоятельно. Я рекомендую рисовать конфетти на отдельном слое. Выбираем кисточку. Делаем ее твердой. Размер соответствующий конфетти. И обращаемся к нашей палитре цветов. И в зависимости от того, что нужно по вашему дизайну, выбираем чистые цвета. Особенно если фон белый, они не должны содержать примеси других цветов. И просто рисуем вот такие пятнышки разных цветов. Сейчас я выберу красно-желтую гамму, но надо брать разные цвета. Сейчас у нас конфетти, те, что на первом плане одного размера, те, что на втором плане, должны быть поменьше. Лучше их сделать отдельным слоем. Сейчас я вам покажу. Допустим, вот отдельный слой внизу. Я делаю кисточку поменьше и вот так размещаю конфетти поменьше. Вот так. Для создания эффектного контраста надо брать и темные цвета тоже. Не черные и не очень темно-синие, но все-таки темные цвета нам пригодятся. Вот примерно так получается эффектное конфетти. Эти слои вы можете накладывать на любые изображения. В новогодних открытках очень эффектно смотрятся вот такие снежные потоки, напоминающие метель. Я их часто использую в своих новогодних работах. Их тоже нет смысла искать в клепартах. Обычно я делаю их сама. Вот я вам показываю покрупнее. Сейчас мы их нарисуем. Я назову эти снежные потоки метель. Допустим, у нас есть темно-синий фон. Я его беру, чтобы было лучше видно, как это делается. Выбираю кисточку. И на этот раз мы возьмем мягкую кисточку. Отрегулируем жесткость. Размер берем поменьше. На отдельном слое я делаю крупные снежинки для начала 100%. После этого я делаю другой слой. И в зависимости от того, что нужно по дизайну, рисую снежинки в той конфигурации, в которой нужно. Допустим, нам нужен вот такой вытянутый поток. И я его формирую из крупных и мелких точек. В центре он будет более плотным, а по краям более размытым. Это можно найти в клепартах, но если вы сделаете это от руки, это будет неповторимо и оригинально. Вот так продолжаем рисовать. Но тут надо создать глубину. Поэтому один из слоев надо продублировать. Допустим, тот, который я сейчас заполняю. И развернуть так, чтобы точек было больше. Вот я его сдублировала. Редактирование. Трансформирование. Отразить по горизонтали. И сделаю его прозрачнее. Таким образом, у нас собирается метельный поток. Его можно сдвинуть, чтобы было больше снежинок. И вот у нас получается такая эффектная частичка метели. Я надеюсь, что вы будете его использовать разнообразно и во множестве вариантов. Оригинально. И уверена, что те, кто закажет вам открытку, это оценят. На этом первая часть нашего занятия закончена. Во второй части я покажу, как делать конкретные макеты новогодних открыток. Смотрите вторую часть. Вот. Подробнее. Обязатель. Обязатель. Продолжение следует...